Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как относиться к переписке мужа? Меня зовут Ольга. У меня сложилась такая проблема. В марте я увидел переписку мужа. Ему 32 года. 23-летняя девушка. Он работает водителем на межгород. Мы живём в области, она периодически ездит на маршрутке на работу. По переписке я поняла, что заинтересованность исходит от него. От неё в ответ дежурные фразы. Он говорит, что мы с ним живём ради детей. В 40-х мы не раз упоминали это понятие. На до сих пор все конфликты через закон. Но это скорее такая игра, спровоцировать другого на эмоции. Она не поддерживает эту тему, переводит общение в сторону. Говорит ваши проблемы. У самой есть маленький ребёнок, которая сидит одна. Я следил за эту переписку недели. Там были обмен песнями, картинками и смешными видео. Было смешно, когда он пересылал смешное видео, которое отправила она ему. Или ей присылал то, что я ему присылал. Детский сад какой-то. Дома, знаете, вниманием не оказывал. Никуда не уходил. Зло с себя, как обычно. Владислав Владимирович Вечеров я не выдержала. И начала акцентировать в разговорах на тему измен. Любовница предательства. От него ноль реакций. И не колется. Через пару дней я ему дала понять, что все знают. Подтвердил факт сообщения. Сказал, что просто общается. Позже я заходил в его аккаунт. Он этого не знал. Он надавился часы с ней. Но свежие сообщения оставались. Потом он все сменил пароль. Его версия на вопрос зачем. Сказал, что захотелось адреналина. Сейчас, спустя пять месяцев, сиди у друзей. Зашла похожая тема. Я взял. Друзья были в недоумении. Ему пришлось оправдоваться. Только теперь он сказал, что ее парень просил его подыграть и проверить эту девушку. Этой версии я не верю. Но он держится именно ее. В общем, меня сейчас периодически накрывает воспоминание. Дело в том, что ездит она с ним до сих пор. Но он сказал, что с ним не общается. И из друзей его удалило. Но любой мой комментарий по этой теме, он страшно бесит. У нас потом скандал. Почему он так бурно реагирует? По его мнению, он не считает нужным, чем добраться. Потому что ничего предосудительного не видит. Я в большинстве, когда знаю, что сейчас она едет с ним. Спрашивает Ольга. Ольга, ну совершенно точно мы не можем и не имеем права говорить про вашего мужа. То есть это третье лицо, которое к нам не обращалось за помощью и соответственно говорить о том, почему он так реагирует, не имеет никакого смысла. Другой вопрос заключается в том, как мне кажется, и вопрос этот куда более важный. Это то, что у вас с мужем есть проблема. В коммуникации вы не используете прямые коммуникации, вы используете как бы провокации. У вас есть конфликты с мужем. Конфликты системные в причинах, в которых нужно разобраться. Потому что конфликты это в данном случае следствие проблем в ваших отношениях. И соответственно, то, что происходит дальше, то, что происходило в том числе и его переписки, это вследствие этих конфликтов, вследствие этих проблем. То есть вам необходимо видеть суть, видеть корень проблемы. Суть и корень проблемы совершенно не в том, что муж с кем-то переписывается, а в том, что в вашей семье проблемы, манипуляции, угрозы. Также есть проблемы с доверием. То, что вы, например, считаете его переписку. Это, по сути, нарушение личных границ, нарушение личного пространства человека. И это, в общем, сделано неуважение к личному пространству человека. С вашей позиции, с вашей стороны, присутствует родительская позиция, целью которой является попытка вызвать чувство вины у мужа, что тоже достаточно дисфункционально. А в основе лежит, в общем-то, ваша ревность, неуверенность в себе и, в общем-то, страх. Как показывает практика, вот, то, что вас бесит, то, что вы, вот, скажем так, в беженстве. Да, это, вот, как раз, история про то, что вы не уверены в себе, то, что вы в себе сомневаетесь, что у вас есть проблемы с ценностями. Соответственно, все эти аспекты, о которых я упомянул, все аспекты, требуют коррекции. Требуют терапевтического воздействия, терапевтического взаимодействия. В идеальном случае, вместе с вами и вашим мужем, то есть, чтобы вы оба в этом участвовали, не в контексте обсуждения проблематики его действия, а в контексте состояния ваших отношений в целом, да? Вот, чтобы это скорректировать и, чтобы, в общем-то, решить эти проблемы. То, что происходит, это следствие трудностей в вашей семье. И, действительно, очень часто бывает так, что люди, это касается не только мужчин, но это касается и женщин, справляются с проблемами вот так, то есть, просто находят такую вот отдушину. Не решая проблему напрямую, в силу ряда причин. В силу отсутствия доверия, в силу отсутствия коммуникации прямых и так далее. Дальше. Чисто формально, как бы, ну, измены не было. Чисто формально. Чисто формально не было ничего, что можно интерпретировать как измену вам. Если не как-то амплифицировать то, что происходит, и если не привносить в это ощущение, что у вас есть какие-то сложности. То есть, для меня это выглядит так, что вы знаете, что у вас есть какие-то сложности. Зная, что у вас есть определенные трудности в отношениях. Вот. Допускайте, что вашему мужу, например, может это надоить, и он может найти кого-то, с кем ему будет легче и проще. Вы этого боитесь. В данном случае это естественно. Но для того, чтобы сделать отношения более приятными и более, скажем так, комфортными для вас обоих, вы не делаете в данном случае ничего. И вот это, конечно, очень важный момент, что вы в данном случае как бы пытаетесь вызвать у человека чувство вины, чтобы он понял, что делает что-то неправильно, чтобы вы почувствовали себя уверенно. Но правда в том, что на чувство вины далеко не уедешь, кроме того, что... Кроме этого чувство вины, это рэкетные чувства, и, соответственно, у него всегда... У него есть свои нюансы, на которые, может быть, вы сейчас не обращаете внимания, которые вам кажутся несущественными. Но эти нюансы достаточно существенны для того, чтобы отношения испортить еще больше. То есть, например, если человек что-то не делает, то не потому что он не хочет этого делать, да? Вот. А потому что он, там, чувствует вину перед вами, понимаете? Вот. И здесь на первый план выступает история о том, что вы в данном случае ведете себя как родитель. То есть вы, как родитель, ругаете и обвиняете своего мужа. Вот. Хотя вы взрослые люди, и, в общем и целом, такое поведение, повторюсь, кроме деструкции, кроме еще большего отдаления, ну, в общем и целом, не вызывает ничего. Вот. Поэтому, ваша задача заключается не в том, чтобы пытаться понять своего мужа. А ваша задача заключается в том, чтобы, значит, поработать со своей самооценкой и страхами. Поработать надо изменениями с вашей стороны коммуникации, то есть чтобы, ну, вот, чтобы коммуницировать, скажем так, по-другому. Не так, как вы коммуницируете сейчас. Вот. Потому что сейчас, вот, сейчас, вот, ваша, ну, ваша коммуникация, да, она оставляет желать лучшего. Вот. Вот. И, значит, налаживать отношения с мужем, я полагаю, это то, что вам, вот, в первую очередь, здесь можно рекомендовать. То есть, сейчас, на данный момент, вы свое отношение к ситуации формируете, исходя из своих страхов. Вот это вот очень важно понимать, что вы формируете сейчас свое отношение к тому, что происходит, из страхов. А надо бы формировать не из страхов, а из более ресурсного состояния, которого у вас нет. Вот. Вот, значит, здесь, на что, на что здесь хотелось бы обратить внимание. Значит, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это, вот, вы говорите, что чувствуете беженство, да? Значит, соответственно, из чего это чувство беженства, практика, да? Что, как бы, с чем оно связано. Это первое, что нужно разобрать. И второе, второе, что нужно разобрать, да? Это, вот, то, что вы, как бы, больше внимания уделяете именно, как бы, мужу, а не себе, да? То есть, вот, есть у вас, условно говоря, конфликт, конфликт, есть у вас конфликт. И, соответственно, эти конфликты необходимо разбирать и корректировать. Вот. А иначе, так вот, все дальше и будет происходить, но совершенно деструктивно. Вот. В общем, здесь, вот, ну вот, ну вот, в данном случае я могу вам совершенно, ну, совершенно точно, с точки зрения психологии об этом сказать. Вот. Конечно, 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 вам решат, что вы будете делать, да, в этой ситуации. Вам решат, как вы будете действовать, вам решат, как вы будете поступать, вот, вам решат, в каких, ну, в каком направлении вы будете двигаться, вот. Ну, на мой взгляд, направление здесь, оно совершенно очевидно. Вот. И вы, в самом деле, можете потерять свою семью, если будете действовать так, как действует сейчас. Самое, что, ну, вот. Нарушать личное пространство, личное пространство вашего супруга, вот. Давить на него. Взывать к обвинению, то есть, ну, обвинять его в чем-то. Игнорируя при этом, по большому счету, свою составляющую проблемы и так далее. Следующее, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это, пожалуй, скандалы, которые у вас возникают. Скандалы. Что здесь важно пояснить? Здесь важно пояснить момент, собственно, возникновения скандала. То есть, то есть, то есть, здесь важно увидеть, что вы играете в психологическую игру, собственно. Которая называется скандал, как раз. Вот. Это так вот и, ну, так и называется супруческая психологическая игра в скандал. Она описана довольно, довольно подробно, поэтому, на мой взгляд, вы можете самостоятельно это изучить. На мой взгляд, вы можете самостоятельно поисследовать это. Вот. И, как бы, себе, ну, разобраться, вот. То есть, поисследовать, увидеть, да, и, ну, скорректировать. Вот. Я не думаю, что призывание это сделать будет, ну, сделать будет достаточно сложно. Вот. Может быть, конечно, может быть. Может быть, конечно. Это будет непросто, вот. Особенно, если вы уверены в том, что муж виноват, виноват. Но ваша задача увидеть именно то, именно то, что тот путь, вот, который вы выбрали, сейчас, да, это путь, который, вот, ну, к сожалению, ведет, ведет в никуда. Вот. И я только, вот, могу надеяться на то, что он, вы, прислушаетесь к, а, тому, что я сказал, да, вот, к тому, что я могу вам, а, здесь дать, вот, к тому, что я могу, а, ну, ну, да вас донести в данном, в данном контексте, вот, и, соответственно, прислушившись к этому, а, начать что-то в своей жизни менять. Да, то есть, заботиться о себе, о своих потребностях, может быть, говорить, ну, больше, чем вы делаете сейчас, конструктивнее, чем, чем вы это делаете сейчас. И так далее. Понятно, что решать это всё вам, да. Понятно, что за вас, словно говоря, никто, никто этого не решит, вот, и никто заставлять, ну, никто заставлять раз в этом смысле не будет, вот. Ну, а я надеюсь, что какие-то выводы вы всё-таки сделаете, чтобы отношения свои сохранить. Вот, вот, то, что я мог бы вам ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Ну, вот, сейчас, по крайней мере. На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен. Вам, вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, да. Вот, ну, и хочется пожелать, чтобы в этой работе вы не стремились, скажем так, вызвать именно чувство вины, а всё-таки, ну, в большей степени обращали внимание именно на корень проблемы. Вот. Которым является ваше отношение. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится, и мы вам обязательно поможем, и все-все-все проблемы можно решить. Все у вас там, а вы доброго. Удачи вам. Удачи вам.